Политика России в Киргизии дает свои плоды. Антикитайские силы, получившие белый свет с приходом Путина в Киргизию, гордо подняли свои головы и победоносно зашагали по стране. Государственные инспекторы в Киргизии проводят рейды по китайским компаниям совместно с националистами. Это типа движения СтопХам или Хрюши Против, которые были в России. Как известно, народное самоуправление ни к чему хорошему не приводит, и Кремль был вынужден свернуть эти махновские движения в России. Но в Киргизии перегибы на местах случились. И эти перегибы на своей шкуре почувствовали не абы кто, а граждане самой Поднебесной. Они начали массово жаловаться на участившиеся проверки со стороны властей Киргизии, часто заканчивающиеся оскорблениями и поборами, то есть взятками. Реакция Китая не заставила себя долго ждать. 2 мая 2019 года посол Китая в Киргизии Ду Дэйвэнь в очень резкой форме и, самое главное, с самой зловещей интонацией высказалась по этой проблеме. Цитирую. Очень неприятно, что иногда возникает недопонимание между нашими гражданами и местным населением. Конечно, мы не выступаем против проверок, однако все они должны проходить только в рамках закона. Очень печально, что в адрес наших граждан поступают угрозы. Многим китайцам приходится тяжело в Киргизии, так как некоторые чиновники недоброжелательно относятся к китайцам. С них взымаются деньги, и это очень неприятно. Китайские компании столкнулись с некоторыми проблемами. Конец цитаты. Совершенно не понимаю, о чем думают власти Киргизии. В конце концов, общая граница у Киргизии не с Россией, а с Китаем. И десяток российских бомбардировщиков Су-25 не защитят их от претензий Китая, но никак не защитят. Очень странно вообще слышать о таких проблемах после того, как Женбеков посетил форум «Один пояс, один путь» в прошлом месяце. Я почти уверен, что Женбеков в Пекине обещал китайскому руководству всяческую открытость и поддержку китайскому проекту «Шелкового пути». Репутация властей Киргизии в Пекине может окончательно обрушиться. А ведь транзит китайских товаров уже вносит существенный вклад в экономику республики. Вспомним недавний пограничный спор между Киргизией и Казахстаном. То есть деньги там крутятся немалые. В общем, ситуация парадоксальная. Бишкек под указкой Кремля, под указкой Путина рубит сук, на котором сидит. И падать, поверьте, будет очень больно. Спасибо за просмотры. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...